История России, 7 класс, под редакцией Таркунова, параграф 11. Россия в конце 16 века. Внутренняя политика Федора Ивановича. В 1584 году, после кончины Ивана IV, на российский престол зашел сын его Федор, 1584-1598 года правления. Новый царь не обладал крепким здоровьем, мало интересовался государственными делами и большую часть времени проводил в молитвах. Поэтому от его имени управлять государством стал боярин Борис Годунов, брат жены царя Ирины. Новое правительство должно было решить две основные задачи. Необходимо было, во-первых, преодолеть хозяйственную разруху и восстановить нормальную экономическую жизнь. Во-вторых, сплотить верхушку общества. Учредив опричнину, Иван Грозный фактически натравил одну часть дворян и бояр на другую. С этой целью были приняты чрезвычайные меры. Первоначально рассматриваемый как временный указ о заповедных летах стал действовать постоянно. Более того, в 1597 году был издан указ об урочных летах. Эти действия, хотя и вызывали недовольство крестьян, тем не менее способствовали укреплению поместного и водчинного хозяйств. Страна стала потихоньку выходить из разорения и разрухи. Учреждение патриаршества. Важным событием царствования Федора Ивановича стало учреждение в России патриаршества. В 1589 году при активном участии Бориса Годунова, глава русского православного духовенства, переменил сан митрополита на высший сан патриарха. Тем самым русская православная церковь стала самостоятельной и независимой от греческой. Первым патриархом московским и всей Руси стал московский митрополит Иов. Учреждение патриаршества укрепило влияние русской православной церкви как внутри страны, так и за рубежом. Внешняя политика Федора Ивановича. Во время правления Федора Ивановича Россия добилась успехов во внешней политике. В 1586 году после смерти Стефана Батория российское правительство продлило перемирие с Речью Посполитой до 1602 года. Это позволило собрать силы для борьбы со Швецией, ставшей главной соперницей России в борьбе за Прибалтику. Русско-шведская война 1590-1593 годов была успешной для российского государства. По Тябзенскому мирному договору 1595 года России были возвращены захваченные шведами во время Ливонской войны город Ивангород, Ям, Капурье, Карелла. И хотя нарва осталась у шведов, Россия частично восстановила утраченные на Балтике позиции. Большие успехи были достигнуты в освоении Приуралья и Западной Сибири. К 1598 году окончательно было подавлено сопротивление Сибирского хана. Территория Западной Сибири вошла в состав России. На южных рубежах государства была укреплена система обороны, что позволило успешно отражать набеги крымских татар, усилилось влияние России на Кавказе. Царь Кахетий Александр II в 1587 году выразил желание перейти под русское покровительство. Расширялась внешняя торговля России через Архангельск со странами Европы, а по Волге со странами Востока. Россия постепенно восстанавливала свой международный авторитет. Пресечение династии Рюриковичей. Сразу же после смерти Ивана IV царь Федор Иванович отправил в Углич последнюю жену своего отца Марию Нагую с многочисленной роднёй и полуторагодовалым сыном Дмитрием. Углич был выделен в удел, но власть там осуществляли присланные из Москвы чиновники. У самого Федора Ивановича и его жены Ирины детей не было, и народ привык смотреть на младшего сына Ивана Грозного как на наследника. 15 мая 1591 года из Углича пришла тревожная весть о смерти царевича Дмитрия. Мария Нагая и её братья утверждали, что восьмилетний царевич был убит людьми, присланными из Москвы. Жители Углича, сбежавшиеся по звону набатного колокола, растерзали предполагаемых убийц. Из столицы прибыла специальная следственная комиссия. Она вынесла заключение, что царевич сам себя поколол ножом в припадке падучей болезни, эпилепсии. Угличан жестко наказали за самоуправство, а царицу Марию постригли в монахини. Однако немногие поверили донесениям следователей. Народная молва приписала смерть царевича Дмитрия Борису Годунову. 7 января 1598 года скончался царь Фёдор Иванович. С его смертью пресеклась правившая в России династия Рюриковичей. Царь Борис Годунов. Жители Москвы присягнули на верность жене Фёдора Ивановича Ирине. Но она отказалась от престола и объявила о своем уходе в монастырь. И тогда взоры москвичей обратились на Бориса Годунова. Он не был потомком Рюрика, но в течение многих лет управлял государством. Часть важных государственных постов занимали его сторонники и родственники. В феврале 1598 года, когда стекло время траура по Фёдору Ивановичу, в Кремле собрался Земский собор. На нем при активной поддержке патриарха Иова на царство был избран Борис Годунов. 1598-1605 годы правления. Сам же Борис не принимал участия в работе собора. Он молился в Новодевичьем монастыре вместе со своей неутешной сестрой Ириной. Патриарх Иов и члены Земского собора отправились в монастырь сообщить Ирине и Борису о своем решении. Но Борис Годунов от престола отказался. Он очень хотел стать царем. Но как умный человек, Годунов прекрасно понимал, что никаких законных прав на российский престол он не имеет. И только после того, как патриарх Иов организовал несколько народных шествий к Новодевичьему монастырю, Борис согласился стать государем. Как личность, царь Борис по свидетельству современников цвел благолепие и образом своим множество людей превзошел. Он был хорошо образован, владел несколькими иностранными языками, имел прекрасную библиотеку. Новый царь обладал звучным голосом и даром красноречия, был приветлив в обращении, имел величественные манеры, с отвращением относился к богомерзному винопитию. Борис Годунов, в отличие от Ивана Грозного, отказался от политики устрашения своих подданных и массовых казней. Однако со своими недругами Борис поступал жестко. Так, в 1600 году по ложному обвинению были арестованы бояре Романовы, двоюродные братья царя Федора Ивановича, которые могли бы предъявить претензии на престол. Старший из братьев Федор Никитич был пострижен монахий и под именем Филарета отправлен в один из северных монастырей. Трое младших братьев Романовых вскоре умерли в ссылке. Торговые и культурные связи России со странами Западной Европы. Борис Годунов осознавал необходимость развития торговых и культурных связей России со странами Западной Европы. Он предоставил дополнительные льготы английским купцам, но главное внимание царь уделял торговле с Гонзийским союзом, рассчитывая через него наладить морское сообщение с Европой. В 1603 году царской грамотой крупнейшему гонзийскому городу Любеку было предоставлено право свободной и беспошлиной торговли. Эта грамота разрешала кораблям немецких купцов заходить в Архангельск без таможенного досмотра. Немецкие купцы вольны были объявлять цену на свой товар. Также они могли свободно приезжать в Москву, Новгород, Псков, Ивангород и иметь в этих городах гостиные дворы. В случае возникновения каких-либо недоразумений немецкие купцы имели право посылать жалобы в Москву лично государю. Развитие торговли со странами Европы способствовало знакомству России с достижениями западноевропейской науки, техники и культуры. Понимая, что без просвещения Россия будет отставать от европейских стран, Борис Годунов послал группу дворянских детей учиться за границу. Царь намеревался открыть по всей стране школы и даже университет в Москве, пригласить в Россию знающих людей из крупнейших европейских стран для обучения россиян иностранным языкам и другим наукам. Однако этим планам не суждено было сбыться в полном объеме. Помешали финансовые трудности и сопротивление духовенства. И все же вместо видных европейских ученых в Москве появились студенты из западноевропейских университетов. Борис Годунов не жалел средств для приглашения в Россию искусных лекарей и аптекарей. Европейские медики были ближайшими советниками царя. Подведем итоги. После смерти царя Ивана IV Россия оказалась в тяжелом положении. Стремясь пополнить казну, последний царь из династии Рюриковичей Федор Иванович ввел урочные лета. Также во времена его царствования в России было учреждено патриаршество. В 1598 году в связи с пресечением династии Рюриковичей на царский престол был возведен Борис Годунов.